Здравствуйте, уважаемые зрители! Недавно я выпустил ролик, касающий Владимира Вольфовича Жириновского. Сейчас поставлю, есть продолжение, последние новости, как раз касающие его состояния здоровья. Вакцинируешься 8 раз, 8 раз, Жириновский госпитализирован. Видите на цифре, вот он в очках, маске. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован. ЦКБ и находится под постоянным контролем врачей. Это сообщает источник центрального аппарата ЛДПР. Ну и вот еще одна новость. У Жириновского поражено от 50 до 70% легких. Да, не повезло мужику. У Владимира Жириновского поражено, да, пишут, 50-75%. По данным издания «Марш», председатель ЛДПР попал в больницу с двухсторонней пневмонией. Которая развилась на фоне этой самой болезни. Степень поражения средней тяжести. Ну и решил зайти в российские издания. Вот, что здесь пишут. Ну, в общем, там в России пишут сейчас вот последняя информация, что госпитализированный с этой новомодной болезнью Жириновский перестал узнавать близких людей. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализированный с этим заболеванием. Центральную клиническую больницу не узнает окружающих. Вообще не узнает. Об этом со ссылкой на источник пишет это русское издание. По информации издания «Политик» перестал узнавать соратников, близких, родственников, врачей. Его состояние остается тяжелым. Врачи не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий. Так, ранее сообщали, что лидеры ЛДПР отключили от этой самой, ну, назальной такой какой-то процедуры и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ЭВЛ. Согласно этой информации, накануне полищик еще смог дышать самостоятельно, однако сегодня это стало для него затруднительным. Ну и вот, да, он сам виноват, как сказать. Он заболел раньше, две недели назад. Решил сам как бы вылечиться, не обращался к врачам. И теперь получается, что он потерял это время, как бы две недели. И срочно вот ему стало плохо уже, дышать стало плохо, состояние резко ухудшилось. И все, он уже практически не узнает своих близких и родственников. Ну и решил почитать комментарии в российской прессе, в Ютубе конкретно, что пишут россияне по этому поводу. Ну там у них вообще такие комментарии, что волосы дыбом. Молодец Жириновский, настоящий герой, с собой пожертвовал, чтобы себя разоблачить и себе подобных. Ему очень хорошо заплатили за участие в этой, как бы сказать, пандемии лжи. Но закон кармы никто осмеять не сможет, заработал называется. Ой, какая лучшая реклама с нашим клоуном. Ну точно, что клоун, это и есть клоун. Спасибо за участие в медицинском эксперименте, Владимир Вольфович. Премия Дарвина в студию. А в одном комментарии я там почитал, что сейчас в России будет праздник, и россияне все будут пить неделю, как бы отмечать это событие. Но россияне такие, они есть по себе и не жалеют таких вот, как Жириновский, потому что он уже их достал. Я уже не представляю, там, ладно, другие уже, там, ну, разные страны, его ненавидят люди, но уже сами россияне уже ему желают, как бы сказать, чтобы быстрее он уже отошел. Говорит, мы будем пить всю неделю, праздновать, обмывать это событие. Говорит, какой в России праздник, говорит. Говорит, уже многие, говорю, его очень ненавидят, не то слово, как бы сказать. Все желают быстрее бы, как сказать, чтобы он уже покинул этот бренный мир. Он сам виноват. Его эти выражения, его высказывания, он такой, говорю, очень, очень, слова, как яд, он вреднил такой, злобный такой, всех оскорблять, всех унижать. Он считает себя супер, там, чуть не богом, там, над всеми приказывать. Говорю, вот, вот таких людей бога наказывает. Вот, говорю, он пострадал за своего языка поганого. Так что вот такая ситуация с Жириновским. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.